Всем привет, ребята! Сегодня будет офигенный ролик, офигенный урок, офигенный tutorial, потому что сегодня я вам покажу, как делать слайд-шоу. Тема такая, что на самом деле для стримеров это офигенная тема, она позволяет сделать из фото или из картинок, анимацию, например, для рекламы. Раньше, когда у меня часто заказывали графику по дизайну какие-то стримеры, они, ну то есть не то, чтобы раньше, они просто мне заказывали, я им раньше постоянно делал слайд-шоу, потому что раньше было популярно, так делал, сейчас, конечно же, тоже популярно, но все уже делают по-разному. Итак, давайте приступим. И ну сначала я вам немножко объясню, что такое вообще слайд-шоу. Это как бы источник, позволяет добавлять несколько изображений, которые будут сменять друг друга. Ну как слайд-шоу, то есть вы, наверное, когда-нибудь видели, да, слайд-шоу на телефонах или в каких-то приложениях. Чтобы использовать этот источник, я вам сейчас, конечно, покажу, как это сделать, вот. Но перед этим, конечно же, нужно заморочиться с картинками, сделать их одинаково размера, одинаково, ну, не знаю, там, не знаю, как сказать, проще повествованию, что ли, или как, чтобы было понятно, для чего делать, что там будете рекламировать, либо показывать. По поводу источники, они, он, есть у него, тега, он берет, png, jpeg, потом, что и, 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 пиджи, и гиф, даже можно загружать. Итак, добавляем источник и идем в источники нашего слайд-шоу. Лично окей. И теперь здесь есть очень много, скажем так, настройщиков, которые мы сейчас будем с вами настраивать, и они вам очень сильно помогут. Итак, смотрите, давайте сразу начнем с того, как загрузить все это дело, да, давайте мы сделаем это побольше, и посмотрим, как же нам это сделать. Итак, для того, чтобы загрузить несколько флотов, нужно папочку какую-нибудь обязательно создать, ну, либо можно, не знаю, разбирать их на рабочем столе, но тогда это будет, ну, как-то некрасиво. Давайте, я добавлю, то есть можно добавить промфайлами, да, либо папкой, лучше папку. Вот, например, у меня есть папка, которую я уже создал, там у меня есть несколько, так, вот у меня папка, немножко выйду. Так, у меня есть такая папочка, в общем, уже готова. Здесь в этой папке у меня 4 файлика, то есть, смотрите, вот у меня есть папочка, и здесь у меня 4 фотки. Я мог бы, конечно, сделать больше вообще, там, и 10, 20, неважно. Размеры этой фотографии у меня, то есть, именно готового файла, секунду, 500 на 308, но это не имеет значения. То есть, вы можете делать любой пропорции, просто именно эта пропорция, она более красивее. Ну, и, честно, будет меньше, есть ресурсов, потому что для слайд-шоу, я думаю, не нужно больше делать файлы. И PNG, конечно же, это все дело. Итак, теперь я просто еще раз закрываю папку, и просто выбираю папку, и выбер папки. Все, у меня добавился слайд-шоу, мы видим, что сейчас у меня уже идет слайд-шоу, но у нас здесь есть какие настройки. Итак, поведение видимости, всегда проигрывайте, даже если невидимый. Всегда воспроизводить, даже если невидимый, и поставить, если невидимый, возобновить, если видимый. Да, тут цело такое вообще. Итак, сейчас я вам помогу разобраться в этой демагоге, что здесь произошло, да, что я вам сказал. Как смотрите, всегда проигрывать, даже если невидимый. Что это означает? То есть, даже когда у нас закончилась анимация, и он скрывается, то фон в режиме, он все равно будет проигрывать. Всегда воспроизводить, даже если он невидимый. То есть, например, если он даже невидимый, он все равно будет воспроизводиться, там, с какого-то места. Я думаю, это не нужно, почему? Ну, зачем нам лишний раз нагружать систему? И еще галочка, ну, то есть функция это перестановить. Если невидимый, возобновить, если видимый. То есть, приостановить, если невидимый. Ну, и, по-моему, понятно, да. Итак, дальше. Следующая функция у нас, вот здесь вот, идет переходы. Ну, здесь, в принципе, на них всего лишь два, а четыре перехода. Это обрезать, затухание, перемещение, и сдвиг. Сейчас мы все посмотрим, как это будет наглядно выглядеть. Затухание. Итак, мы пока поставили. И здесь главная функция, это время между слайдами. Стоит 8 секунд. Объясняю, каждую секунду это тысяча миллисекунд. То есть, это довольно-таки, ну, не знаю, в принципе, вроде нормально. Можно поставить и побыстрее. Давайте поставим 5, например. Точнее, 5 секунд поставим. Так, и скорость перехода миллисекунды. Это скорость перехода. То есть, смотрите, если я сейчас делаю 100, она будет как, как будет анимация. Смотрите, анимация будет сейчас очень резкая. Видите, да? Так, и я ставлю тысячу. Обычно тысяча. И, конечно, 5 секунд. Теперь я поставлю перемещение какое-нибудь. Это будет у меня вот так. Ну, то есть, вы уловили суть, я думаю, да, понятно. Дальше. Скрит после завершения слайд-шоу. То есть, функция позволяет, если слайд-шоу завершил, завершила свое, свой круг, например, там, ну, сколько у вас там будет фоток? 10. Он автоматом будет скрываться. Нужно вам это, нет? Или постоянно? То есть, на постоянное это повтор, пожалуйста. И случайное воспроизведение, это хаотичное воспроизведение. То есть, вы случайно, воспроизведение перемешивается. Сейчас идет по порядкам. Вы именно в том алгоритме, как стоят фотографии в папке. А можно сделать случайное воспроизведение. Я поставлю, в общем, как все было у меня. Дальше. Так. Так, ребят, дальше функция. Очень важно. Это у нас ограничение размера соотношения сторон. Что она делает? Например, у нас, как я и показал вам, у меня фотографии здесь. Они у меня сделаны на 500 и на 380 с чем-то, да? Если же я поставлю, например, 16 на 9, либо вот это, ну, не важно какое, то он будет, скажем, принудительно все это дело масштабировать, и получится вот такое, то есть на весь экран, что, естественно, мне не нужно. Мне не надо масштабировать это вот в таком. Мне надо, чтобы я был автоматом, как и было. А, ну и все. В принципе, здесь все добавили. Так, все здесь можно добавить настройки. Что настраивает? Тут она вообще ничего не настраивает. Итак, ребят, вот мы видим наш слайд-шоу. Теперь у нас он есть. И что дальше? Дальше он выглядит, в принципе, неплохо. Если у вас, конечно, был бы размер 1920, вы понимаете, да, было бы на все это. Здесь, конечно же, мы просто можем его убавить. Также можем его растянуть горячими клавишами shift и так далее. Но я не рекомендую это делать, это будет уже плохо. И, конечно же, после обновления здесь появилась офигенная функция, что можно управлять вот там отсюда. Нажать стоп, и мы остановили наш, то есть полностью наш слайд-шоу. Сделали следующий, хотим, ну, то есть, именно перещелкнуть, мы можем тоже это сделать здесь. Стоп, возобновить, или перещелкнуть следующую нашу картинку. Итак, я вам решил наглядно показать, как это будет. Смотрите, вот часто, когда делаешь графику для казино, кто играет, у них постоянно рамки практически, ну, просто, про скелету, то есть, по скелету они одинаковые. И вот этот баннер, в принципе, всегда у них вписывается вот сюда. В принципе, вот для этого он, как бы, всегда здесь, вот он у них, рекламный баннер, и служит вот здесь, вот он, вот так он работает. И, здесь он постоянно крутится у них, вот этот баннер. Вот так вот, то есть, это именно вот так вот работает, короче говоря. Смотрим. Здесь будет рекламный, а в основном какие-то сайты, там еще что-то, вот так вот это происходит, рекламный баннер. Итак, ребята, что же могу сказать, вот так вот строится слайдшоу, думаю, что много что понятно, а также на него можно было бы еще навешивать различные фильтры и так далее, но это все пока не нужна функция. Итак, ребята, я напоминаю, что график можно заказать в группе ВКонтакте, и не напоминаю, что будут стримы, подписывайтесь обязательно на канал, буду делать аудит ваших каналов, буду показывать графику, как я делаю в прямом эфире, в общем, будет очень много интересного. Подписывайтесь на канал, и да, не забывайте, что это видео посвящается, это курс по ОБС, то есть, это будет большой длинный курс, бесплатный, смотрите, пользуйтесь, берите плейлист, ссылочку себе, и смотрите, познавайте.